30 октября на площади Ленина состоялся митинг. Нет, не торжественный в честь столетия комсомола, а в не помню уже который раз митинговала группа саровских предпринимателей. То есть мероприятие уже, можно сказать, традиционное. А мы, представители СМИ, к таким традиционным мероприятиям со временем охладеваем. Потому что те же и о том же. С другой стороны, в комментариях к другим новостям нет-нет, а кто-нибудь да спросит, дескать, что там за митинг проходил, расскажут ли нам колючий Саров и зато новости об этом мероприятии. Я, правда, склоняюсь к мнению, что эти комментарии пишут по большей части представители организаторов митинга. Ну, чтобы мы про них рассказали и таким образом аудиторию расширили. С другой стороны, не исключаю, что и жителям такое интересно. Надеюсь, в комментариях под этим видео саровчане свое мнение по этому вопросу напишут. Теперь к сути. Медийная память очень короткая, поэтому перескажу всю историю, начавшуюся уже, считай, два года назад. Так случилось, что ряд предпринимателей города не устроил перерасчет арендной платы за землю. Дескать, беспрецедентное повышение. С другой же стороны, сложилась интересная ситуация. Этот ряд предпринимателей имел беспрецедентно же низкую арендную ставку. Ну, условно, рядом два автосервиса. Один за землю платит 400 рублей за квадрат, другой 40. Так, что называется, сложилось исторически, и обновленному руководству города с этой ситуацией пришлось разбираться. В итоге всех уравнял уже федеральный закон. Арендную ставку за землю приравняли к ставке земельного налога. В нашем случае это имеет ключевое значение, поскольку по закону АЗАТО на нашей территории нельзя выкупать землю собственность, только арендовать. Главным результатом всех проведенных этих митингов было то, что арендная плата в результате была уменьшена. Но именно благодаря тех действий предпринимателей, которые вышли на эти митинги. Нас услышали. Вроде бы все. Поводов для возмущения нет. Все оказались в равных условиях. Но не тут-то было. Новый повод для митинга. Опять же, часть предпринимателей, сидевшие на низких арендных ставках, возмущена тем, что с них по суду взымают задолженности по этим самым арендным платежам. Я считаю, что в этой ситуации прекрасно все. То есть ряд предпринимателей не только имели заниженную арендную ставку, но и попросту ее не платили. А теперь злобные муниципалы через суды потребовали, наконец, договорные обязательства исполнить. Есть от чего прийти в ужас, конечно. С нас берут проценты, тащат в суды и никакие отсрочки нам не дают. Нам просто заломали руки и сказали, либо вы подписываете соглашение, о котором никакого речи не было в нашем протоколе, либо вы будете платить проценты и те денежные средства, компенсация за кадастровую стоимость, которая была пересчитана за 15-й год, вы тоже заплатите. Мы прошли 90-е годы, и когда приходили братки к нам, и у нас отнимали незаконно и предприятия, и деньги, и так далее. Ну а сейчас-то пришли люди уже более интеллектуальные, они уже по закону нас грабят. Во как! И туда не пойду, и здесь не останусь. Братки с беспределом плохо, чиновники, действующие по закону, тоже плохо. Судя по всему, группа предпринимателей выделяет себя в какую-то особую касту, для которой должны существовать какие-то свои особые правила. И добивается введения этих правил путем банального политического шантажа. Ну и не секрет, что основная цель явно не счастье для всех и даром. Речь идет строго о коммерческих интересах ограниченного круга конкретных лиц. Хочу, кстати, попросить жителей Сарова высказать свое отношение к ситуации в комментариях под этим видео. То есть, как относится социальная группа жителей Сарова к проблемам в социальной группе митингующей предпринимателей? Замечу, это не я так всех поделил. Сами организаторы митинга в приветствии четко сегрегировали. Вот мы, а вот саровчане. Добрый день, горожане, добрый день, господа предприниматели. Здравствуйте, граждане города, предприниматели. Добрый день, уважаемые горожане. Добрый день, участники митинга. Сегрегация, кстати, на этом не закончилась. Как сообщили организаторы митинга, администрация с целью сместить фокус в это же время организовала встречу в Центре поддержки предпринимательства под эгидой Союза промышленников и предпринимателей Сарова. Правда, встречу назначили не в последний момент перед митингом, а сильно заранее. Ну, кого волнуют эти детали. Так или иначе, большинство работающих в городе предпринимателей встретились с представителями муниципалитета, градообразующего предприятия, ресурсопоставляющих организаций. Обсуждалось множество вопросов и проблем, влияющих на жизнь всего города. Стороны договаривались о взаимодействии, обсуждали законодательные инициативы и другие важные моменты. Я, кстати говоря, тоже думаю, что время проведения обоих мероприятий совпало не случайно. Фактически, саровским предпринимателям был предложен выбор – конструктивный диалог или акции протеста. При этом в личном общении те, кто выбрал диалог, достаточно негативно отзывались о тех, кто организовывает митинги. Их, кстати, тоже с каждым разом все меньше. Сегодня это буквально 2-3 человека. Остальные отвалились. У нас скоро не останутся вообще предпринимателей в городе. У нас только, наверное, останутся во внефе предприниматели, которые там работают. И все. По заявлению организаторов митинга пришло порядка 70 человек. Причем появились эти люди буквально единомоментно. В основном это были сюрприз сотрудники предприятий, которыми руководят как раз организаторы митинга. Насколько горячо поддерживают эти люди своих работодателей, выяснить не удалось. На этом мы заканчиваем митинг. Спасибо вам. Александр Александрович, маленький погорячился. Ну, может быть, кто-то желает выступить из присутствующих. Никто не желает. Тогда, как результат митинга, мы просим вас принять такое решение, что поручить общественной организации, союз предпринимателей города Сарова в лице Вилкова Александра Александровича направить соответствующее обращение на имя губернатора Нижегородской области Никитина Глебтьевича по фактам, которые на сегодня обсуждались. В завершении хотелось бы задекларировать следующее. Мы больше не будем освещать митинги, организованные этой группой предпринимателей. Просто надоело. Риторика не меняется, цели понятные и желание поддерживать не вызывают. Зрелищность нулевая, интерес общественности тоже сомнителен. Нет, ну если, конечно, не случится чего-нибудь такого из ряда вон. У нас были и митинги, и забастовки. Ну что, нам кого-нибудь сжечь из себя перед зданиями? Или приколотить кого-нибудь перед зданием? Анонс неплохой, хотя идея весьма вторичная. Кто там у нас? Мастер перформанса, художник-акционист Павленский все со спичками баловался и приколачивал себе всякие части тела Красной площади. В любом случае, опыт перенять можно. Я думаю, в нашем городе такое воспримут с интересом. Остро. По-заграничному. А на сегодня все. Будьте внимательны, развивайте критическое мышление и формируйте свое субъективное мнение о том, что происходит вокруг. Всего вам хорошего.